МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заслуженный ветеран Нижегородской области. Участница Курской битвы Зинаида Игрунина удостоена почетного звания. Компас, телефон, вода и спички. Что взять с собой, отправляясь в лес? Вакцинация, справки и приемы узких специалистов. Работа детской поликлиники постепенно восстанавливается. Далее расскажем обо всем подробно. 470 тысяч рублей могут получить многодетные семьи из Сарова, которые стоят в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Сумма фиксирована, она не зависит от количества детей и доходов родителей. Мы направили письма 10 июля всем нашим семьям многодетным, которые стоят на учете. На сегодняшний день это 218 семей. Мы отправили им письма с возможностью обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации с заявлением определенной формы, чтобы получить взамен земельного участка данный вид сертификата. Уже две семьи направили заявление о получении сертификата. Срок рассмотрения заявления 5 дней. Дальше его направляют в Министерство имущественных отношений, которое выстраивает общую областную очередь. По прогнозным данным на область выделено 600 сертификатов на 2020 год. По 470 тысяч это получается 282 миллиона рублей заложено в бюджете Нижегородской области на предоставление сертификатов. И на последующие три года аналогичная сумма. Сертификат можно потратить только на приобретение жилья, строительство дома, взнос в долевое строительство или получение ипотечного кредита. В администрации считают, что за получением подобного сертификата вместо земли обратится еще не одна семья. Мы же понимаем прекрасно, 218 семей, земли в городе очень ограничены, мы все это понимаем, участков просто нет. Ну то есть вот с момента реализации, с момента, когда вступил закон о поддержке многодетных семей в виде предоставления земельного участка, мы только два участка предоставили. Еще 72 участка на улице Нижегородской передадут многодетным семьям до конца этого года. Пока на месте идут подготовительные работы. Жеребьевка пройдет в августе. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Зинаида Ивановна Игрунина родилась в 1924 году в Саратовской области. После окончания фельдшерской акушерской школы в 1943-м ее призвали в Красную армию на должность фельдшера медицинской службы. Боевое крещение она приняла в сражениях на Курской дуге. За участие в Великой Отечественной войне Зинаида Ивановна награждена медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией и другими. В год 75-летия победы ей присвоено почетное звание заслуженный ветеран Нижегородской области. Она действительно достойна уважения, достойна примера. После войны в 1947 году прибыли войсковую часть 32-74 и там продолжили службу. Вот с фельдшерской, по медицинской линии работали аккуратно, работали профессионально, с душой. Зинаида Ивановна прослужила 23 года в должности начальника аптеки, врача-хирурга воинской части 32-74. Ее ценили руководители, а больные относились с доверием и уважением. Вы одна из первых людей, которые стояли на истоках развития как ветеранского движения, как зарождение дивизии и медицинской службы. Очень приятно. Просто прекрасный человек. И можно сказать, что в год памяти и славы, в 75-летие со дня победы, награда, так сказать, со стороны администрации, губернатора, нашла в лице вас своего героя. Много труда и энергии Зинаида Ивановна вложила в свое дело. Но и на пенсии она не осталась в стороне, активно участвовала в деятельности ветеранской организации, занималась патриотическим воспитанием школьников. И сейчас она продолжает думать о своем родном городе и людях, которые в нем живут. Нас осталось мало. Нас пересчитать можно на пальчиках почти. Здоровья и вам, чтобы все было хорошо. Любите родину, берегите всех, своих близких. Помогайте словом, делом. Зинаида Игрунина воспитала троих детей, восемь внуков. Помогает и словом, и делом своим девятерым правнукам, для которых остается примером для подражания. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Детская поликлиника работает только на 50% от своего привычного объема. Пока сохраняются риски заражения коронавирусной инфекции, учреждение обязано соблюдать требования Роспотребнадзора. Приводить ребенка в поликлинику может только один взрослый. Обязательно наличие маски. Не должно быть больших очередей в коридорах. Посетителям нужно соблюдать дистанцию. Время приема пациентов увеличено. Вместо положенных по нормативу 24 детей можно принять только 12. Медосмотры детей до года пока запрещены. И когда они станут возможны, сказать сложно. Также я хочу сказать, что мы начали оформлять медицинские документы для поступления в детские сады. Но сразу оговорюсь, эти документы оформляются по предыдущим медицинским профилактическим осмотрам. То есть тот медосмотр, который ранее ребенок проходил, на основании его мы оформляем документы. Поэтому тоже никакой отдельный медосмотр перед детским садом сейчас на данный момент не организован. Участковая медсестра сама позвонит родителям и скажет, когда прийти оформить документы. Либо родители могут записаться на прием в доврачебный кабинет. Возобновилась запись на прием к узким специалистам через портал пациента КБ-50. После долгого перерыва начали планово вакцинировать детей. Прививки теперь делают и неорганизованным малышам, и воспитанникам детских садов. Ребята, приходя на вакцинацию, не пересекаются с теми, кто пришел на прием к специалистам. Для вакцинации наших детей у нас сейчас организована такая так называемая чистая зона. Это отдельный блок, который работает там бригада, специально выделенные врачи, медсестра. Медсестра на входе осуществляет фильтр, то есть она строго следит по этой предварительной записи, кто приходит, измеряет температуру. Тех детей, у которых был диагностирован коронавирус, лечит отдельная бригада. Медики, работающие с ковидными пациентами, не наблюдают и не пересекаются с другими пациентами. Полностью интервью с Мариной Алексиной смотрите на канале Саров-24 в рубрике «Без комментариев» и на нашем канале в Ютубе. С наступлением жарких дней родители малышей стали беспокоиться о том, как уберечь свое чадо от перегрева и теплового удара. Дети первого года жизни находятся в группе риска. Терморегуляция маленького организма еще только налаживает работу. Из-за нахождения на жаре или в духоте у ребенка сбивается режим сна, появляется тревожность, нарушается теплообмен. Погулять нужно будет максимум до 10 часов. И мы говорим не то, что там со старшими детьми с 12 не гулять, с маленькими уже с 10. Лучше на улицу не выходить. В комнате все-таки где-то прохладнее, то есть ребенок должен находиться и вести себя как обычный, то есть обычный режим дня. Ничего специального, заставить ребенка спать в определенное время, то есть как бы, ну, не надо. То есть все подстраиваемся под режим каждого индивидуального ребенка. Для прогулки идеально утренние и вечерние часы, когда солнечные лучи не такие агрессивные. Лучше одевать ребенка в светлую, просторную одежду из натуральных тканей. Также стоит позаботиться о головном уборе. Не забывайте давать ребенку пить простую, чистую воду. Значит, малыми порциями, но чтобы бутылочка с водой, когда идут гулять, была всегда с собой. У любого возраста ребенка. И, значит, влажной салфеточкой промывать, как бы, это самые ручки, лицо у ребенка, чтобы он не перегревался. Если малыш все-таки перегрелся, стоит немедленно выполнить несколько простых действий. При тепловом ударе, значит, неважно, какой ребенок, какого возраста, мы говорим вообще про детей. Это занести, значит, в прохладное место, положить на горизонтальную поверхность, ноги положить на подушку или на валик, убрать лишние, ну, какие-то теплые части одежды, расстегнуть, значит, воротнички и холодное полотенце на лоб. Если рвота, положить на бок и давать воду маленькими, обычную простую воду, маленькими глоточками. Если есть возможность, отправляйтесь на природу, где вы сможете проводить время на свежем воздухе в тени деревьев. Купание в уличном бассейне разрешается также ранним утром или поздним вечером, около 20 минут. После следует насухо вытереть ребенка и перенести в прохладное место. Солнцезащитными кремами лучше не злоупотреблять, использовать только гипоаллергенные, предназначенные специально для детей. Дарья Койзна, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Семь отличников, один хороший эстет, это результаты оценок госэкзаменов первых магистрских выпускников кафедры цифровых технологий. Своими оценками выпускники гарантированно обеспечили себе рабочее место в Овнеев, а кто-то из них уже находится на стадии трудоустройства. Прошло собеседование в Овнеев, в новый и созданный институт цифровых технологий, ну как кафедра цифровых технологий, да, логично, наверное, пойти по направлению в такой институт цифровых технологий работать. Прошло собеседование, все по-честному, никаких привилегий из-за того, что я закончила эту кафедру, абсолютно не было, просто возможность показать себя, чтобы руководители заметили. Так прошло собеседование, и теперь буду работать там. Некоторым магистрам в институте и вовсе предложили совмещать работу. Утром в Овнеев, а вечером преподавать студентам дисциплину цифровые технологии. Так уже не первый год работает выпускник кафедры Игорь Коньков. Я являюсь преподавателем в техникуме, правда. В институте тоже возможности представляются неплохие, как в преподавании, так и в работе на этой же самой кафедре. Вот, тут сам выбор за мной только. Кафедру цифровых технологий открыли в 2018 году на базе физико-технического факультета института. Там ребят обучают широкому спектру дисциплин. Студенты изучают процесс конструирования, проектирования проектов, а также проходят технологическую подготовку. Это дисциплины, связанные с разработкой именно цифровых технологий. Ну и, конечно, вопросы информационной безопасности, они во главе угла стоят. Преподают на кафедре сотрудники Российского федерального ядерного центра, которые участвуют в реализации проектов, и которые, собственно, уже несут не только базовые фундаментальные компетенции и знания, но и фактически практический опыт из тех проектов, которые мы реализуем. В этом году на кафедре цифровых технологий бюджетных мест стало гораздо больше. Теперь 10 студентов могут бесплатно обучаться на бакалавриате, а 16 в магистратуре. Подать документы на обучение можно двумя способами – дистанционно и очно. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 675 тысяч студентов со всей страны приняли участие в отборочном этапе третьей Всероссийской Олимпиады студентов «Я профессионал». Лишь каждый 56-й прошел вочный этап. За победу в Олимпиаде боролся и студент СРФТИ Никита Юхтанов. Он участвовал в испытаниях в трех направлениях и по итогам двух стал победителем. Все дипломанты и победители, призеры не помню точно, да или нет, они зачисляются в базу «Я профессионал», где уже компании ведут некий поиск на стажировке студентов. То есть Никиту могут пригласить на работу в крупнейшие компании страны. Еще одним бонусом стало внеконкурсное зачисление в магистратуру. Я сейчас защитил дипломы, у меня по сути целое лето. И кому-то еще готовиться к экзаменам и поступать. И еще не факт, что они поступят. А у меня по сути есть возможность просто, условно говоря, зайти на сайт ведущих вузов страны, выбрать направление, которое мне подходит по Олимпиадам, где я занял победителя. От победителя и медалистов берут без экзаменов. И по сути щелчком мышки поступить. Когда все испытания позади, кажется, что все было просто. Но в очном этапе участвовали 12 тысяч студентов. И победа досталась нелегко. Студенты с РФТИ участвуют в Олимпиаде «Я профессионал» не первый год. В прошлом сезоне был даже обладатель бронзовой медали. В этом году свои силы решили попробовать 45 студентов. У нас вышло в отборочный этап 17 студентов. Мы участвовали в очень большом количестве различных направлений, начиная от практических технологий и заканчивая физикой. По словам Тимофея Соловьева, участие студентов в конкурсах – это всегда проверка их знаний. Олимпиада «Я профессионал» отличается от других тем, что будущих специалистов проверяют на умение применять знания на практике. Студенты выполняют практические задания, которые придумали профессионалы. Поэтому этап Олимпиады и называется «Я профессионал», поскольку проверяются именно знания, которые больше относятся к практике. По результатам Олимпиады Никиту Юхтанова и Дмитрия Исёгина назвали одними из лучших выпускников НИЯУ МИФИ 2020 года. Общий результат студентов с РФТИ – 10 победителей, 5 призеров, 17 финалистов. В награду дипломанты и финалисты получили поздравления от всего коллектива института, денежные призы и благодарственные письма руководителя Саровского физтеха. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Не моют руки даже перед едой, хотя умывальники стоят прямо в столовой. Учащиеся 14-й школы часто садятся за стол с грязными руками. Почему так происходит, решили разобраться у учителя. Как учителя начальных классов, меня это очень беспокоит, потому что здоровье детей на первом плане. Провели анкетирование, и дети сказали, почему они не моют руки или не так качественно. Во-первых, у нас не так всё практически направлено, не хватает, сушилки не работают. Сам кусок мыла без дозатора не очень эстетичный, не все приятно им пользоваться. Раз детям не нравятся умывальники, нужно их обновить. Сотрудники школы номер 14 разработали проект, в рамках которого поставят раковины, дозаторы с мылом и сушилки для рук отдельно для каждого звена. Старшеклассникам свои, малышам свои. Новые зоны для мытья рук появятся в школе уже в августе. Цель была такая, процесс оптимизировать, добиться, чтобы дети в большинстве своём процентов 100 мыли руки, и чтобы этот процесс приносил удовольствие и эстетическое наслаждение. Деньги на воплощение задумки в жизнь школа номер 14 выиграла в конкурсе Серафимовской школы служения. Идея обновить умывальники была давно. Узнав о конкурсе, сотрудники её облекли в форму, нарисовали макеты и составили план установки раковин. Жюри высоко оценила работу саровчан и выделила грант в полмиллиона рублей на реализацию проекта. Участие в этом конкурсе для нас было значимо и важно. Мы рады от того, что наш проект действительно принесёт многим-многим удовольствие, ну и вообще полезно. В конкурсе Серафимовская школа служения приняла участие более 100 проектов из Арзамаса, Сарова и Девеева. Победителями стали 45. Среди них ещё два саровских учреждения. Детский сад номер 16 и Центр образования. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Отправляясь в лес, будьте готовы к тому, что вы можете заблудиться. Как бы хорошо вы не знали места, есть вероятность, что вы заплутаете и не сможете сориентироваться. Поэтому в поход за грибами и ягодами нужно отправляться максимально подготовленным. Продумать экипировку, взять компас, телефон, запас воды и спички. И очень важно идти в лес не в одиночку. Вы должны находиться в видимости того объекта, от которого вы отошли. От машины, от своего друга или сопровождающего. Вы его должны видеть. Не слышать – это обязательно, а видеть. Потому что со слуховыми восприятиями в лесу тоже бывают иногда нехорошие шутки. Ещё одна опасность леса – дикие звери, змеи, клещи. Засчитать в них правильная одежда. Яркие цвета отпугнут зверей. Длинные рукава и брюки, заправленные в сапоги, создадут барьер для насекомых. Конечно, одежда должна быть удобной и непромокаемой. Иметь достаточно правильную экипировку для посещения леса. Не ходить в сандалиях в лес, не ходить в шортах в лес, поскольку там есть и насекомые. Иметь при себе репелленты, элементарные навыки навигации и ориентирования в лесном массиве. Заблудиться в лесу может каждый, но всегда можно найти выход. Главное – не паниковать, внимательно прислушаться к лесу и идти на шум машин. А если всё же не удаётся выбраться, в помощь – сотовый телефон. По уверениям спасателей, номер 112 доступен даже там, где не ловит сотовая связь. И если вы не знаете, куда идти, лучше оставайтесь на месте. Так больше шансов, что вас найдут. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. К 755-летию со дня рождения Данте Алигери сотрудники библиотеки имени Маяковского подготовили выставку, в которую вошли около ста экспонатов. Большинство из них – это божественная комедия в разных изданиях. От миниатюр до толстых подарочных. Самая ценная книга датируется второй половиной XIX века. Когда в конце 1860-х годов во Франции, в Париже вышло иллюстрированное издание Алигери Данте «Божественная комедия» с иллюстрациями Гюстава Даре, это издание имело небывалую популярность. И у одного из крупнейших санкт-петербургских книгоиздателей Маврики Осиповича Вольфа появилась мысль предпринять это же издание с иллюстрациями Гюстава Даре в русском переводе. В книге представлены 87 гравюр. Маврики Вольф заказал подлинные доски рисунков художника у собственника его работ в Париже и выпустил первую часть «Божественной комедии». Издатель посвятил книгу российскому князю Александру Александровичу. Оформление заслуживает отдельного внимания. Переплеты шагренивой кожи с золотым тиснением на корешке и крышках, составные форзацы из бумаги, имитирующей муар. Все это признаки роскошных изданий. Для издания также Вольф выбрал слоновую бумагу светло-бежевого оттенка, плотную, гладкую. Максим Добрых с 14 лет поклонник творчества Данте. «Божественную комедию» молодой человек прочел четыре раза, в том числе в оригинале. «Первый раз прочитал, потому что мне просто было интересно. Второй раз прочитал, потому что я что-то неправильно понял. Третий раз я прочитал, потому что в оригинале все-таки захотелось в оригинале, поэтому пришлось немного итальянский учить, но попытался. В оригинале совсем другое, но это понятное дело. И четвертый раз я прочитал, чтобы понять, в каком кругу ада я буду просто крутиться». Студент считает, что произведение во многом отразило биографию и жизненные терзания Данте. По мнению Максима, читатель найдет в этой книге историю любви, которую автор пронес через всю жизнь, размышления о Боге, обзор политической обстановки конца 13-го, начала 14-го века. «Это с литературной точки зрения уже осмысление своего родного языка, родного литературного красивого языка. Если рассматривать с философской точки зрения, то это, конечно, затрагиваются богословские теории, теории антологические, геносиологические, теории бытия». Посмотреть выставку к 755-летию со дня рождения Данте Алигери можно в Музее книги библиотеки имени Маяковского. Посещение доступно по предварительной записи по телефону 9-94-06, без возрастных ограничений. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Эти два рисунка акварельными красками нарисовали Артем и Глеб Шитовкины. На них изображен котенок с бабочкой и птичкой на носу. А это видео в группе ВКонтакте молодежного центра прислала Светлана Краснова. На нем женщина рассказала об уникальных уголках нашего города. Все эти работы приурочили конкурсу «Изоляция», который посвятили Всемирному дню молодежи. Решили создать этот конкурс, чтобы узнать, сколько у нас творческой молодежи и не только молодежи в городе. Как-то разбавить их досуг, чтобы они не сидели дома, занимались чем-то интересным, чем-то позитивным, узнавали что-то новое для себя. Принять участие в конкурсе могут желающие от 14 лет. В четырех номинациях – виртуальная презентация, культурный след, лучшее дистанционное занятие, я на дистанционке. На своей личной странице ВКонтакте вы выкладываете свою работу, фото или видео, прикладываете к нему свои данные и номинацию, в которой вы участвуете. И ставите хэштеги «Изоляция Саров», «Изоляция конкурс» и «Молодежный центр Саров». Заявки на конкурс принимаются до 20 июля, а 22-го жюри подведет итоги и наградят победителей памятными дипломами и подарками. Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 991-12. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Сотрудники галереи с нетерпением ждут встречи с саровчанами. Уже открыты для посетителей выставки и можно прийти на экскурсию. С 20 июля в художественной галереи возобновляются творческие мастерские для юных любителей поделок. Мы сами хотим участвовать в своих творческих мастерских, как никогда. Пять дней в неделю, ровно в полдень, юные саровчане будут мастерить игрушки и декоративные композиции. За каждым днем закреплена определенная тема, но поделки будут разные. По понедельникам в мастерской будут делать ветроходы. По вторникам у нас будет зебра из серии «Единорог». Это так вот необычно, но мы делаем веселый, тоже движущийся зоопарк. У нас вообще мобилей в этом году будет достаточно много. По средам в технике объемного моделирования ребята займутся изготовлением цветочных композиций. Четверг – пиратский день. А в пятницу они будут делать говорящего крокодила. Творческая мастерская в художественной галерее будет работать до конца августа. Чтобы записаться на мастер-класс, нужно позвонить по телефону 702-87-664-09 или 702-94. Могут прийти семьи. У нас маленькие пока группы. Вот на сегодняшний день количество в группе ограничено пятью человеками. Все наши участники, и мы в том числе, должны быть в масках. На первом этаже для обработки рук приготовлены санитайзеры. Во время занятий дети сидят на расстоянии друг от друга. На пробное занятие пришли всего две девочки. Они делали подделку в ветроход. Яркие полоски из гофрированной бумаги забавно разлетались от дуновения ветра. Ирина Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Когда точно образовалась федерация бадминтона в Сарове, уже никто, пожалуй, не вспомнит. В памяти остался только год. 1975-й. Объединил тогда всех любителей бадминтона Эдуард Александрович. Потом федерацию возглавил его сын Рутений Александрович, который, по примеру отца, с детства любил играть в бадминтон. Я еще в школу не ходил, мы во дворе уже играли. То есть отец это дело прививал. Мама играла немножко так. Но отец играл. И играл хорошо. Естественно, я тут в паре с ним играл. Ядерный центр всегда поддерживал своих сотрудников увлечений спортом. И численность спортсменов-любителей росла. Бадминтонисты стали выезжать на областные соревнования, повышать уровень игры. Тяжело пришлось в годы перестройки. Тренироваться было негде. Тогда в федерации остались только преданные этому виду спорта люди. Все изменилось, когда в город приехал Вячеслав Никитин. Как вспоминает Ольга Ромашова, благодаря этому энергичному мужчине бадминтон в Сарове стал возрождаться. Мне просто есть с чем сравнить. Что было и что есть. Это вот фактически с одного дня тренировочного до карантина. Фактически у них были тренировки, а это происходило практически каждый день. Первый городской турнир по бадминтону провели в 2007 году. Уже в 2008 соревнования сделали открытыми. То есть за победу боролись спортсмены из разных городов России. Если у нас на первое соревнование приехало три человека, открытые именно, то сейчас у нас там в среднем около ста человек участников. В этом году пандемия внесла свои коррективы в график тренировок и соревнований. И традиционный турнир по бадминтону, который должен был состояться в мае, перенесли на неопределенный срок. Расширенную версию репортажа о становлении и развитии Федерации бадминтона в Сарове, а также о том, кто воспитывает подрастающие поколения юных чемпионов в этом виде спорта, смотрите в программе «Дополнительное время» в пятницу, сразу после выпуска новостей в 19.45. Елена Грескова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Воспитанники спортивной школы «Икара» активно возобновляют тренировки. После долгого перерыва юные пловцы, батутисты, футболисты и баскетболисты постепенно возвращаются в прежний режим. С 30 июня, согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, начали работать детские спортивные школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и стадионы в ограниченном доступе. Разрешаются тренировки всем видам спорта, которые у нас профилируются, но в формате таком, что в помещении 3 человека и тренер, на улице 7 спортсменов и тренер. Пока вот после долгого дистанционного обучения мы вышли на вот такой формат, сейчас вносим изменения, коррективы. Чтобы избежать массового скопления, тренировки распределяют по графику с учетом необходимой нагрузки. Занятия проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора. Составлять расписание занятий таким образом, чтобы и тренер свою нагрузку не превышал, и, соответственно, спортсмен тоже выполнял те требования и тот объем, который ему необходим по программе спортивной подготовки. Здесь приходится уже вот именно учитывать и временные показатели, где-то сократить, где-то больше сделать перерыв. Ежедневно медицинский контроль термометрии проходит, обработка дезинфекторами рук и, соответственно, сохранение социальной дистанции полтора метра от спортсменов и от тренеров все соблюдается. По словам Александра Сашкова, есть большой спрос на посещение от жителей города. Но пока доступ для спортсменов-любителей и отдыхающих на территорию Икара запрещен. Фитнес-центры до перехода на третий этап снятия ограничений также остаются закрытыми. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Год назад мама привела Сашу Брехунова на пейнтбол. Мальчик рассказывает, что этот вид спорта для него стал особенным. Здесь он не только бегает по полю с маркером, но и учится логически мыслить. Говорят, только первую фигуру, куда мы идем, а дальше надо самим думать, куда идти, чтобы было правильней. Ну, и так вот, надо бегать, перебегать все время, нельзя стоять на одном месте и прикрывать свою команду. Посмотрев на старшего брата, Рома Брехунов тоже решил попробовать свои силы в пейнтболе. Свои 10 лет он уже точно знает, что хочет стать профессиональным пейнтболистом и принимать участие в чемпионатах России. Мне очень нравится пейнтбол, и я хочу поехать в Москву на соревнования, потому что это очень весело, и когда в тебя попадает, не больно. В секции детского пейнтбола в Сарове существует два года. В ней занимаются ребята от 9 до 15 лет. Тренер пейнтбольного клуба Олег Готовский планирует из воспитанников вырастить настоящих профессионалов. Он уже создал детскую команду «Реактор Лайт», которую в августе отправят на соревнования в Нижний Новгород. Я считаю, как тренер и руководитель клуба «Команда Готова» по своим техническим характеристикам, они готовы. И самое важное у детей, то есть как раз у ребят, у них нужно создать командный дух, чтобы у них был, и турнирный опыт. Это очень важно. Тренировки в пейнтбольном клубе «Реактор» проходят бесплатно каждому спортсмену. Здесь выдают экипировку и оборудование. Более подробную информацию о занятиях можно посмотреть на сайте пейнтбольного клуба или в группе ВКонтакте. Продолжение следует...